всем привет андрей к сожалению все еще болеет поэтому на связи сегодня с вами я если кто не знает нет они звать буду озвучивать для вас обзор этих прекраснейших двух капельных кофеварок melita enjoy term и philips hd 7461 мы выбрали недорогие модели этих известных брендов чтобы понять насколько сильно они отличаются от капельных кофеварок которые соответствуют стандартам ска самая недорогая из таких с которыми мы сталкивались это делонге кле сидра который мы по акции ваша не приобрели за 7000 рублей примерно сейчас на данный момент она в среднем от 10 тысяч рублей эти же модели сильно дешевле от 3 до 4 тысяч рублей оба бренда мы в свое время выделяли именно в капельных кофеварках как лучших среди обычных бытовых брендов с низкой ценой но вначале хотим вам напомнить что основная разница между до лонге кле сидра макомастером и другими капельными кофеварками которые соответствуют стандартам ска от обычных состоит в том что у них высокая термостабильность в этих кофеварках за счет разных особенностей и алгоритмов работы создатели смогли сохранить разницу между высокими и низкими значениями температуры воды всего в пределах четырех градусов чаще в пределах двух градусов то есть от 92 до 96 в отличие от макомастера или до лонге кле сидра philips и и мелития стандартная схема нагрева бытовых капелек короткий и простой проточный нагреватель с внешним теном в таком нагревательном приборе крайне сложно точно поддерживать температуру что собственно и показали наши замеры в капельной кофеварке philips на протяжении всего пролива значение скакали от 84 до 95 градусов причем 92 95 градусов термометр показывал в самом конце подачи воды когда с последними каплями в цикле выходит и пар то есть в реальном проливе температура не поднималась выше 92 при этом большая часть воды подается в значениях от 84 до 88 напомню в той же кле сидре коридор был вместо 8 градусов всего 4 и основной пролив был в рамках 93 95 градусов обычно для заваривания альтернативы рекомендуют от 92 до 97 и большинства бытовых капельных кофеварок проблемы именно в низкой температуре оттого приходится заигрываться с дозировками с помолом кто-то вообще заливает горячую воду заранее что не особо рекомендуется но вернемся к заводским условиям итог в том что у нас сильный разброс температуре подачи воды но это полбеды вторая проблема состоит в том что эти самые показатели ниже чем нужная температура для экстракции кофе о том как это сказалось на вкусе кофе поговорим чуть позже в мелите с температурами дела обстоят по интереснее и нет вы не подумайте что коридор меньше или еще что то наоборот термостабильность в этой модели мелита как у пьяного мастера скачет то есть термометр скакал от 85 до 98 градусов причем во время всего пролива в разное время средний разброс прыгал в какой-то момент температуры скакали от 85 до 92 градусов в какой-то от 93 до 98 то есть часть напитка готовится в приемлемом температурном коридоре для экстракции пусть и не самым стабильным то есть 92 98 а часть при заниженной температуре 85-92 градусов это не соответствует рекомендациям и как это сказалось на качестве кофе мы поговорим чуть позже сейчас стоит сказать о том как устроены эти капельные кофеварки и чем они отличаются друг от друга про philips особо рассказывать нечего то есть это обычная стандартная капельная кофеварка со стеклянной колбой и с неотключаемым подогревом напитка если после приготовления кофе не убрать колбу в течение 5-8 минут то кофе получится слишком горьким на подогрев после приготовления кофеварка уходит автоматически и отключается только через полчаса после приготовления проблему температуры не решили даже макомастер то есть чего можно уже ожидать от philips и ничего в общем после приготовления снимайте колбу сразу с площадки выключайте кофеварку хотите сохранить кофе горячим переливайте в термос подача воды душеобразная но отверстия расположены узко от этого разница в качестве кофе в приготовлениях пол-литра и литра кофе существенно в стеклянном кувшине есть трубка которая призвана лучше перемешивать напиток чтобы при приготовлении напитка свежий кофе наливался не сверху а внутрь уже приготовленного кофе но в реальности это особо никакой разницы не играет на вкусе не сказывается ибо легкое перемешивание контейнера выполняет ту же функцию плюс обогащает кислородом от чего вкус кофе становится богаче и ярче капли стоп и philips и и в мелите механический встроенный воронку как и у большинства капельных кофеварок никаких датчиков наличия колба во время приготовления тут нет а вот умели ты уже есть свои особенности для начала в этой модели стоит стеклянный термос они колба и подогрева нет поэтому не нужно ждать приготовления кофе и следить за ним плюс дополнительные термосы искать не нужно для перелива но у этого термоса можно выделить два минуса и оба связаны с мытьем первый минус состоит в том что отверстие слишком узкое то есть рука не пролезет можно пользоваться ёршиками и губками на палках второй минус состоит в том что крышка термоса устроена достаточно сложная и отмыть будет также трудно и через какое-то время налет от кофе будет на ней оставаться но все это уже чисто эстетические моменты проверены наличные кофеварки melita look deluxe с похожим термосом еще не понравилось то что очень долго выключается то есть примерно 10 минут проходит после приготовления напитка прежде чем кофеварка автоматически выключится это при том что в ней нет подогрева и еще ручка термоса хлипкая и скрипит в руках главная особенность этой и многих других кофеварок melita это устройство подачи воды в отличие от philips а где несколько отверстий скучились по центру тут все прекрасно множество отверстий которые сделаны в три ряда одно большое отверстие в центре 4 отверстия ближе по центру и еще восемь по всей окружности подачи сверху есть регулировка интенсивности кофе она никак не влияет на время приготовления кофе или температуру а открывает или закрывает для пролива центральное отверстие при крайне левом положении обозначена как низкая интенсивность и как не закрашенное зернышко пролив происходит только по внешнему кругу при высокой интенсивности крайнее правое положение пролив идет из всех отверстий в центральном положении можно поймать режим когда идет пролив из всех отверстий кроме центрального кстати расположение отверстий и регулировка отличаются от серии лук которая была у андрея там при максимальной интенсивности вода идет только по центру при минимальной только по внешним отверстиям и можно поймать положение где пролив распределяется между всеми отверстиями но это ремарка в основном для тех кто владел или владеет серии лук чтобы они понимали разницу эти регулировки напрямую влияют на вкус давайте перейдем теперь к той части где андрей и рашид тестировали один и тот же кофе на этих двух кофеварках и сравнивали его с эталонным приготовлением в долонге кле сидра в начале мы приготовили колумбию la cabana тесте кофе в долонге кле сидра готовили один литр в оптимальном режиме то есть левая кнопка более быстрый пролив надо сказать что la cabana это в принципе очень яркий сорт с экспериментальной обработкой на каком-нибудь обычном простом зерне разница в качестве может быть еще сильнее за счет того что у зерна не будет ярких сильно выделяющихся вкусов и может потеряться при низкой температуре приготовления кофе из кле сидры андрей и рашид и ценили в 90 баллов из 100 описание вкуса получилось такое яркий вкус алкоголя но при этом кофе сладкий во вкусе темный ром консервированный ананас и лесная земляничка яркая кислотность и очень необычный вкус это наша отправная точка посмотрим как остальные кофеварки справились с приготовлением кофе начнем с филипса мы готовили этот кофе дважды в объеме пол литра и литр как мы и думали разница между двумя приготовлениями существенным средняя оценка у напитка при пропорции 30 грамм кофе на пол литра воды вышла 82 описание кофе следующее алкоголь менее выраженный напиток попроще чем в кле сидре во вкусе темный ром и клюква в сахаре в целом напиток очень достойный разница с кле сидрой 8 баллов а вот при приготовлении одного литра все развалилось средняя оценка 75 и главная проблема в плоскости вкуса сладость по сравнению с предыдущим приготовлением филипси была слабее кислотность более плоская а во вкусе алкоголь был уже не сладкий и также отметили незрелая манга разница с кле сидрой в 15 баллов такую разницу можно объяснить между этими двумя приготовлениями филипси устройством пролива который в основном сосредоточен в центре воронки и при маленьком количестве кофе это вполне нормально при большой загрузке часть кофе по бокам взаимодействует с водой хуже в общем филипси хоть и получился напиток проще чем в кле сидре или макомастере тем не менее приготовить вкусно можно но мы рекомендуем готовить именно на пол литра кофе смелиты было 4 приготовления и так приготовление номер один взяли 30 грамм кофе пол литра воды и поставили низкую интенсивность средняя оценка вышла 78 описание вкуса следующее алкоголя почти не чувствуется сладость есть легкая кислинка ровный сладкий с легким алкогольным привкусом во вкусе земляничка не хватает богатства вкуса присущие зерну разница с кле сидрой в 12 баллов приготовление номер два взяли также 30 грамм кофе воду пол литра и поставили максимальную интенсивность средняя оценка вышла 82 с половиной намного слаще чем при низкой интенсивности и более кислотный алкоголь не агрессивный уже не рома скорее полусухое белое вино тропические фрукты разница с кле сидрой в семь с половиной баллов такая разница в том что при низкой интенсивности разлив идет только с боковых отверстий а часть воды быстро по стенкам проливается в кувшин не сильно задерживать воронки это как если в ручном приготовлении в 60 проливать воду по стенкам воронки и эта проблема сохраняется в приготовлении большого объема кофе приготовление номер три взяли уже 60 грамм 1 литр воды и поставили низкую интенсивность и это было худшее приготовление средняя оценка 69 с половиной баллов описание вкуса следующие слабо выраженный напиток но без явных признаков не до экстракта карамельный привкус во вкусе особо нечего выделить разница с кле сидрой составила в 20 с половиной баллов то есть если бы мы судили кофе чисто по этому приготовлению то было бы трудно сказать что это зерно какое-то уникальное приготовление номер 4 взяли 60 грамм кофе 1 литр воды и поставили высокую интенсивность средняя оценка 81 балл описание получилось следующим кислотно терпкий вкус темный ром и слабо выраженные тропические фрукты больше понравилось приготовление номер 2 но это тоже неплохо и какой мы получаем вывод в мелите enjoy term готовить вкусно можно и полулитра и литр но только на высокой интенсивности что же пришло время подвести итоги во первых разница в качестве напитка между такими бытовыми кофеварками и кофеварками которые соответствуют стандартам ска по приготовлению фильтр кофе существенно часть богатства вкусов и тонких ароматов попросту теряется но если вы обладаете одной из этих кофеварок готовить вкусно можно и большинство сортов я бы в них приготовила но супер дорогой кофе лучше все же приготовить вручную во вторых в кофеварке philips hd 74 61 следует все же готовить пол литра чем литр вкус будет богаче в третьих версии melita enjoy душ сделан лучше что позволяет готовить без сильных потерь и один литр и пол литра но регулятор интенсивности можно оставить на максимуме и вообще забыть про него к сожалению в отличие от серии лук тут регулировать что-то бессмысленно рабочий режим интенсивности только на максимуме какое у нас собственно сложилось общее впечатление обе кофеварки достойны особенно с учетом их цены и обе можно посоветовать но между ними можно все-таки сделать выбор в пользу melita enjoy term за счет того что в ней можно готовить вкусное и пол литра и литр ну и также у нее в комплекте уже есть термос на этом все всем пока пить и вкусный кофе которые низкие который мы ваша не по акции приобрели за 10 до 7 никаких датчиков наличия наличия никаких датчиков ставьте переливайте в термос все ставьте и переливайте выключаем следующий а